Страна у нас действительно большая Немало и народу в ней живет Кто-то не видел ягеля, а кто-то молочая Мы постараемся все показать Опять идем в поход И снова едем в наш любимый Питер Белые ночи там хотим мы посмотреть А заодно хотим развод мостов увидеть И вам все показать И может песню спеть Ну как вы встретили там гостей своих? Я провожу, да Едем в музей пыток Петропавловская крепость Уважаемые любители рок-музыки Мы заехали на территорию Петропавловской крепости Благодаря нашему водителю Николаю У которого есть волшебный пропуск Который выдают тем, кто обеспечивает Чемпионат Европы по футболу Поэтому туристов американских он возил сюда И нас повез Вот Никого нет, видите? Все, пустота Знали, что волосюк из ДП приедет? Вот все, убрали все Все для рок-музыкантов Для великих рок-музыкантов А вы вот узнаете? Музей-то артиллерии, где мы вчера были Узнаете? Он с той стороны Кронверского орва Уважаемые любители рок-музыки Находимся возле усыпальницы всех наших русских царей Тут они находятся Петропавловской крепости Уважаемые любители рок-музыки Ну как не прикоснуться к великому основателю нашей империи Нам же надо создать рок-империю русскую Рок-группу Волосюка СД Поэтому прикоснусь, заряжусь А создал этот памятник Михаил Шумякин Наш известный скульптор, художник Интересное решение Видение Которым он хотел показать Противоречивость характера Но твердую волю Видно, сидит уверенный в себе человек Но непропорциональный Тут обман только один Ноги у него слишком большие На самом деле у него размер обуви был 38-й Правильно? А здесь, ну минимум 45-й Вот тут Шумякин, конечно Опростоволосился А так, классный памятник Мне нравится Слышу колокольный перезвон Наш русский звук хороший Но я хотел рассказать не об этом А хотел рассказать вот о чем Вы же знаете, что Волощук СД Очень любит монеты Как в принципе и любой хороший рок-музыкант Это только отмороженные монеты не любят А сзади нас монетный двор Который раньше чеканил монету Для всей страны до недавнего времени Потом они начали чеканить уже Юбилейные монеты Ну а сейчас он пока закрыт Туда нас не пустят Но еще больше Волощук СД любит купюры Крупные особенно Уважаемый любитель рок-музыки Ну а как без сувенира уехать из Петропавловской крепости Это невозможно Поэтому для участников рок-группы Волчука СД С разводными мостами Из Питера с любовью Это одному Второму Это Питер, детка А третий Ну Мерзнет Тут прохладно Вы видите Сегодня 30 градусов Ну прохладно Ну мерзнет Мерзнет участник группы Поэтому Вот такие носочки Ему берем Волощуку тоже надо Что-то Поэтому Волощук Возьмет с собой Вот оно В Питере Пить Ну я буду пить воду Вы же знаете Что Волощука запью только воду Тут по 15 штук магнитиков Всем хватит Я думаю Берем Давайте И вот это Ну раз нам уже удалось попасть Внутрь Петропавловской крепости То я расскажу вам одну историю Связанную с этим делом Почему люди Вот так вот показывают Когда говорят Пошли Сходим За угол На троих А связана эта история С вот этим вот Петропавловским собором Который сзади меня И связана она С Петром Первым С основателем города Когда Построили этот Собор То вот там вот Наверху Вот эта золоченая Тяжелейшая вещь Каким-то образом Начала отваливаться И была опасность Что она сорвется И упадет И никто не брался Вылезти туда И ее закрепить И только один Крестьянин русский Иван Телушкин Сказал Я все смогу сделать И он действительно Создал какие-то Систему противовесов Канатов туда Вылез Все это закрепил Все сделал Все молодец Спустился И Петр Первый Наградил его Деньгами И выдал ему Грамоту В которой было написано Что подателю Сего документа В любом кабаке Бесплатно Должны были наливать Выпить И Иван Телушкин Этим пользовался Но я не помню Иван его звали Или нет Фамилия Телушкин И он заходил В кабаке Он любитель был Выпить И предъявлял Ему наливали Но не деваться Было некуда И он терял Из того что пил Он терял Эту грамоту Один раз потерял Опять слезно Попросил Петра Первого Выписать ему еще разок Петр Первого Выписал еще разок Эту грамоту Он ее опять потерял И опять пришел Слезно просить Потому что Не мог жить Без этого дела А Петр Первый понял Что он будет ее терять Все время И велел ему Здесь вот Сделать Татуировку На холку С царским клеймом И поэтому Он заходил в кабак И говорил Видите царское клеймо Давайте наливайте Бесплатно И ему наливали И поэтому отсюда Он показывал так Отсюда пошла Вот эта вот традиция Пошли выпьем Ну это легенда Наверное оно так и было А может и нет Не знаю Сейчас попробуем Питерский квасок Уважаемый любитель рок-музыки И доложим вам Так пожалуйста Хороший он или нет А ну Неплохой но сладковат Видать щедрые в Питере люди Сахара не пожалели Правильно я Рад сказал Что щедрые Правильно угадал Я угадал Как обычно Уважаемый любитель рок-музыки Вы видите какой я прозорливый товарищ Что здесь щедрые люди За 60 рублей Нас напоили вкусным кваском Сладким А участникам рок-группы Волчука и за тех Которые помладше Им очень нравятся сладкие напитки Это мне хочется горечи Вот так вот Мы с вами Уважаемые рок-музыканты Должны кропотливо сидеть Работать и сочинять Хорошую рок-музыку Как это делал русский левша Кропотливо И делал все Подковы на счастье Прикоснусь Мне счастья надо много А вам как Уважаемые рок-музыканты Вам счастье нужно или нет Поэтому будем учиться У русского левши И когда-нибудь Сходим на экскурсию Сибирский левша Которая здесь находится И где Представлены Микро-миниатюры Анатолия Коненко Из книги рекордов Гиннеса Самые маленькие С микроскопом Их рассмотреть только можно Больше никак Но нашу музыку Должны видеть и слышать Все без всяких микроскопов Что и рок-группа Волчука и делает Чтоб все слышали Я так понял Что именно поэтому Вам так полюбилась Наша реклама Особенно в моем Клоунском наряде Уважаемые любители Рок-музыки Ну что Пойдем вздрогнем На крайний случай И представим А выдержим ли мы В случае Когда нас судьба Возьмет за горло Из картонова Выдавай тайны Русские Выдержим или нет Пойдемте глянем Уважаемые любители Рок-музыки Выручайте Люди Спасите Помогите Куда вы идете Не хотят Вот на Невском Меня сразу вытащили А тут Ну люди Ну помогите Тут издеваются Надо мною Продюсер мой Издевается Надо мною Выручайте Люди Добрые Не хотят Выручать Ну как Понравилось Вот так Ну что сынуля Давай Иди Привыкай В жизни Приходится Вот баловался Человек Баловался Его на колени Надо было вести себя Хорошо Теперь поздно Деньги не помогут Ну как Сынок Понравилось Нравится Уважаемые любители рок-музыки Ну представляете Сколько желающих У нас в России И гостей В России Взойти на эшафот Что Местные организаторы Музея написали Влезать на эшафот Строго запрещено Ну вот Группа Волосюка СД Мечтает взойти на Рок Олимп А люди мечтают Взойти на эшафот О народ пошел Надо разобраться В этом деле Понять Почему их так тянет Туда Нас туда тянет На вершину Рок Олимпа А людей на эшафот Ну бывает А что делать Уважаемые любители рок-музыки Пойдемте Смотреть И готовиться А то Все думают Что они святоши А на дерево Ясняется Что грешники Поэтому надо готовиться К орудиям пыток Знакомиться Как там будут Работать с нами Наверху Пойдемте Уважаемые любители рок-музыки Вот они Первые татушки Моргенштерн Сейчас копирует Пробует Отрабатывает А тут первые Клеймени Помните Печатали Вор Еще что-нибудь Интересное Вот оно Начало Современной Цивилизации Современных Татуировок Сейчас уже Это достигло Некое Вершение Совершенства До степени Искусство Довели Вот оно Начальное Современных Правда Жизни Но вот Часто Моя музыка Вызывает Жуткие боли Видать Я такой На что Она действует На всяких Хейтеров Как Крест Животворящий В момент Экзорцизма То есть Изграние Дьявола Я такими Пишу всегда Стихами Что ребята Вам повезло Моя музыка Изгонит Из вас Бесов Дьявола Уважаемые Любители Рок-музыки Наверное Самая интересная Экспонация Для всех Кто любит Выпить Это Медаль За пьянство Которую Одевали Во времена Петра Первого Неисправимого Алкоголика Она весит Пут И заставляли С ней ходить Скрипка Сплетниц Так называлась Это пытка Но это Даже не пытка Это просто Психологическая Такая пытка Когда любители Которые Любят Оскорблять Людей И Злословить За спиной Сажали Двух напротив друга Надолго И там сидели Обсуждали Проблемы А в свете Нашей вольницы В интернете Когда люди Обливают Грязь Кого как попало И как хотят Скрываясь За своими Никами То я думаю Это очень актуально В наше время Должна быть Бочка позора На самом деле Опять таки Это психологическая Пытка Потому что Человека Просто заставляли Ходить С этой тяжеленной Бочкой Надевали на нее Но Я вам напомню Как в Турции Пытали Помните с бочкой Когда в бочку Наливали мочу Скалом И туда сажали Какого-нибудь Преступника Сверху стоял Денный чар С топором С секирой С саблей И через Каждое периодическое Какое-то время Это с саблей Махал И преступнику Приходилось нырять В эту мочу Его возили по городу В течение суток И он нырял В это время Но Вот это Пытка Посерьезней И попозорней Но тут я думаю Что Объяснять Много не надо Потому что Мне так кажется Что это Репетиции Хэви-металлиста Гроулинг Отрабатывать Вместе со С кримом И харшем Вот это Отрабатывает Он получается У него Как вы думаете Уважаемые любители Хэви-металлиста Попсария Пашансона Здесь прекрасная Тренировочная база Гляньте Как получается Расщеплять связки Ну у нас сейчас Вообще Эра Игроманов А вот тут Считалось Что это Большой грех И поэтому Всех любителей Игрозартных Сначала Сначала Подвергали Психологической Пытке Одевали Такое ожерелье С картами Игральными костями И трубками И курильщиков Тоже наказывали И Прицепляли К позорному столбу Он там висел Но пытка была Не в этом Это просто Психологическая пытка Пытка была в том Что он становился Вне закона Его можно было Просто забить Камнями И палками Чем угодно Так что Уважаемый любитель Рок-музыки И особенно Уважаемые игроманы Будьте осторожны Как бы нам Средневековье не вернулось Не нравится ему Гляньте Его посадили В отдельную квартиру Ему не нравится Вот люди У нас все время Чем-то недовольны люди Такая прекрасная Камурочка Ему не нравится Уважаемые любители Рок-музыки Интересная казнь Мужика сажали В мешок Ну Притупника Насыпали его Негошенной извести Завязывали его здесь И бросали в воду Негошенная известь Начинала закипать Химическое соприкосновение С водой И реакция шла И он там От ожогов умирал Даже не от утопления Жуткая казнь Согласитесь А вот лошадка Казнь называется Конь Сюда сажали На вот это острое Рево человека К ногам привязывали Вот эти гири И вот эта вот штуковина Его распиливала Со временем Ну это понятно Удушение Горота Раз И Вот этот штырем Пробивали голову Молитвенный крест Чем Интереснее А тем что Сюда заковывали Испытуемого И ему создавали Такую позу Что она Создавала Мучительные боли Но он не мог умереть И поэтому Пытка длилась Очень долго И когда уже Человек падал В этой безумной позе Уже мышцы его не держали Ему ломали что-нибудь Чтобы он только не засыпал Но такая пытка Длится неделю Если вот та вот На гороте За 15 минут То здесь можно было Мучиться недельку Ну а это Нюрнбергская дева Знаменитая Да уже люди Знали строение Тела человека И помещали человека Зажимали Но шты эти Расположены так Что они не задевают Жизненно важные Органы человека Поэтому он мучается Тоже очень долго Но Здесь я думаю Ничего рассказывать не надо Это называется Кресло допроса Да Не хотел бы я Посидеть в таком кресле Хоть оно и Царского вида Это называется Кошачья лапа Такие грабельки Преступника ложили Растягивали Потом грабельками Кожу сдирали Здесь представлены Пояса верности И целомудрия Это очень интересный экспонат Ну В условиях Раскрепощения И полной свободы Начиная там В 70-е годы Сексуальной революции Видите Пояс верности Женские пояса есть И мужские Женский называется Пояс целомудрия Видите С такими Хорошими Такими Колючечками И мужские Были Но это в основном Женские Это чтобы муж Уходя в поход Или уезжая В рок-тур Был спокоен За верность Своей жены Ну вот казалось бы Вот что тут такого-то Шипы-то не вовнутрь Направленные Ну что там Это Что-то запытка такая А окажется В ней глубокий смысл Потому что вы знаете Без еды Человек может месяц Без воды Неделю И без сна Где-то неделю Тут невозможно Никак отдохнуть Поспать Человек не мог Тут коснул По сути дела А вот Это уже поинтереснее Это видите Вилка еретика То есть он не мог Вообще голову наклонить Потому что она Впивалась ему Туда и туда Почему еретика Это обычно На судах Променялось Чтобы он быстрее Сказал Что признаю Я еретик И я отрекаюсь От чертовщины От всякой Ну а это Опять психологическое Наказание Девушка За небольшие провидности Привязывала Соломную косу Чтобы было видно Что она там Чем-то провинилась Этот называется Железный башмак А это Испанский сапог Принцип действия Понятен Сжимаешь Ножку И вызываешь Радость и веселье У человека А я вам расскажу Один случай Когда я служил На русском острове В учебке Когда выдавали Нам фонбундирование То давали Что попало Ну давали Любые ботинки Невзирая на твои размеры И представляете Если тебе попадался Такой ботинок Узкий И ты мучился Жутко А тут Все сжимают О Здесь написано Что пытка водой Это легкое наказание Легкая пытка Очень Тут человека Привязывали Растягивали И при помощи Этой воронки Накачивали водой Когда пузо уже вздувалось Палками начинают бить По пузу Требуя от него признаний Это считалось Легкой пыткой Так Побаловаться Слегка Ну все знают Жанна д'Арк Святая дева Орлянская дева Которая жизнь отдала За короля А ее взяли Сорвьи на костре На крайний случай Чтобы не мешало А то у народа Появился Предводитель Опасный Которому доверяли Узнаете Средневековый Мангальчик Называется Жаровня Решетка Жаровня Принцип понятен Да Снизу угольки Здесь Привязали И поджаривают Потихоньку На медленном огоньке Пока все не расскажет Как на духу А вот это вот Называется Ангельская казнь Почему ангельская Ее использовал Иван Грозный Впервые Казнив Одного священника Он ему Говорит Я помогу ему Взлететь на небо Поэтому он посадил Его на бочку с порохом И взорвал Уважаемый любитель Рук музыки Ну скажите Кто из вас В детстве Не надувал лягушек Есть такие Когда соломинку Вставляешь В задний проход И надуваешь Она реально надувается Потом ее бросаешь Она плавает Не может занырнуть Пока воздух Из нее не уйдет Вот это Меха Для надувания Кишечника Представляете Что это такое До ужаса Надуть кишечник Понятно куда вставляется И надуваю Пока он не лопнет Живот у него Жуть Одна из самых страшных Восточных пыток Это конечно Посажение на колы Представляете Вгоняют в задний проход Потом поднимают Он под собственным телом Медленно Сутками Опускается Пронизывает Это в колы Ваш выходник Это там Жуткая смерть Я напомню вам Русскую поговорку Пожалеешь розги Испортишь ребенка Вот Ну тут правда Не ребенка А воспитывают Взрослого человека Но Поговорка Именно такая Но вот это пытка Посерьезнее Особенно Я знаю Что У некоторых народов К вот этой плети Привязывались Железные крючки И некоторые Палачи С одного удара Человека убивали Он в шоке Был его Он вбил И гердовал Ими крючками Выдирал шкуру Пытка называется Дочь дворника Человека вот этим Приспособлением Сковывали в такой позе Что спазмами его сводить Начинало буквально Через полчаса От этой неудобной позы И он начинал раскаиваться Дочь дворника Это Емельян Пугачев Ну все мы его знаем Конечно Который посягнул На царскую власть Вот так он Сначала сидел вот тут А потом На казнь Еще одна пыточка Бессонницей Пытка называлась Будение Человека приковывали Сажали в такие позы Чтобы он не мог заснуть Ему было все время больно И он сидел тут Пока не признавался Во всех смертных грехах За ребро подвешивали И Он зарился на солнце Сколько мог Ну это обычная Виселица Обезглавливание Ну это казнь Да не пытка Прообраз гильотины Которого придумали уже французы Чуть побольше Гильотену Он придумал ее Во времена французской революции А тут деревянные С той стороны острый конец И молотом Били сверху Это помучительный Там колесование На колесо Набивали всякие шипы И потом человеку Ломали кости Вот это прокручивали Вот так вот Еще и били При этом По колесу Но в России Не распространено было Это просто Палачи Отряд Как многие думают Легкая пытка Когда человека Привязывают Закрепляют голову И оттуда капают Крупные капли воды Но через определенное время Каждая капля воды Превращается Как удар молока По голове Какие звуки В голове раздаются То есть люди С ума спали Вот это вот Интересное Приспособление Видите Называется Шайная ловушка Которую использовали В тюрьмах Чтобы успокаивать Заключенных Или вытаскивать Нужного Из камеры Раз И потащили Вот это вот Называется Железный шлем Для пытки голодом Использовалось Только для Благородных Семейств Сюда подвешивали Кусок Пахущей пищи И не давали ему есть Руки тоже сковывали И он Нюхал И мучился Вот голод Суть дела Пытка голода Это позорная масса Которую надевали Психологическая пытка Чтобы показать Что человек Плохой А вот это вот Интересный Клюющийся петух Принцип действия Человеку приковывали Ноги к лапам И он стоял В полусогнанном состоянии Только он садился На вот эту штуковину Она пружинистая А там снизу Острые шипы В этих дырочках Они в него вонзались Ему приходилось Опять вставать Но так он долго не мог Это жуткая пытка На самом деле Коленодробилка Это страшная вещь Передробить Локти или колени Ну а это Башмачки с шипами Прообраз Испанского сапога Только тот Сжимался А этот просто С шипами Вот так Уважаемые любители Рок музыки В древние времена Была наглядна Причинно-следственная Связь между Преступлением И наказанием Не успел украсть А уже ведут На дыбу Не успел Подлость совершить А уже плеткой По заднице Шарашат Не успел Подумать Про измену А уже На кол сажают Сейчас В эпоху Либерализма И демократии Причинно-следственные Связи Между преступлениями И наказанием Не так наглядны Человек может Брать взятки Всю жизнь А его так и не поймают И многим кажется Что так и надо Жить на белом свете Типа Непойманный Невор Но должен сказать Что жизнь В любом случае Накажет человека За неправедные поступки И неизвестно Что хуже Пытка физическая Или пытка горечью сожалений За свои неблаговидные поступки Или бездействие и лень Поэтому Уважаемые любители Рок-музыки Я вам все показал И рассказал А вы делайте выводы И делайте выбор Как жить дальше Ну а чтобы мы все Не расслаблялись Просто просмотр экспозиции Пыток Средневековых орудий Здесь специально Сделан такой трапик Чтобы ты прочувствовал Опасность этого мира Тут даже написано Осторожно Знаете как Навалили на мостском корабле Трапики были Ну прекрасная экспозиция Зла удушевляет Как вы считаете? Я думаю Что если вам больше 12 То вы уже можете Смотреть эту экспозицию У меня еще нет 12 Я нарушил законы Да Пока-то сам молодежь не пускает Сюда А я не знал Я пошел смотреть Меня мамка накажет Думаю тебе что делать Я наоблачу Это я не страшно Папка страшна? Нет Папка страшна Впоследствии Впоследствии? Мудрый человек сидит на выходе Знает что Самое страшное Это последствия Спасибо За хорошее настроение Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории Иван без цензуры Расскажет рокер Валащук Валащук Валащук